Трёх минутка любви от Ивана Нови, Часовые любви, вновь я с вами на вы. Вы знаете, ребятки, вот я обожаю читать стихи Юлии Пикаловой, обожаю просто, потому что это потрясающие абсолютно стихи, но в юности я вырос на Владимире Лисовском, но потом в 13 лет я услышал в одном из его концертов, что он не любил, чтобы пели его стихи, потому что, открыл уже потом Михаил Казиник, что каждое его произведение, в смысле песня, это спектакль, который спектакль одного актёра, где режиссёр и постановщик, и исполнитель, и актёр, и всё, всё это один человек, но, 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 но. У меня осталось две минуты, и я надеюсь уложиться в чтение стихотворения, то есть Высоцкий не говорил, что он не любит, когда читает его стихотворение. Единственная дорога, в дорогу живо или в гроб ложись, да, выбор небогатый перед нами. Нас обрекли на медленную жизнь, мы к ней для верности прикованы цепями, а кое-кто поверил в торопях, поверил без оглядки, без толкова. Но разве это жизнь, когда в цепях? Но разве это выбор, если скован? Коварна нам оказанная милость, как зелье полуумных ворожих, смерть от своих за камнем притаилась. И сзади тоже смерть, но от чужих. Душа застыла, тело затекло, и мы молчим, как подставные пешки, и в лобовое грязное стекло глядит и скалится позор в кривой усмешке. И если бы оковы разломать, тогда бы мы и горло перегрызли тому, кто догадался приковать нас узами цепей к хваленой жизни. Неужто мы надеемся на что-то? А может быть, нам цель не по зубам? Зачем стучимся в райские ворота костяшками? По кованым скобам нам предложили выход из войны, но вот какую заложили цену? Мы к долгой жизни приговорены через вину, через позор, через измену. Но стоит ли и жизнь такой цены? Дорога не окончена. Спокойно. И в стороне от той большой войны еще возможно умереть достойно. И рано нас сравнять с болотной слизью. Мы гнезд себе не нагнили, не совьем. Мы не умрем мучительную жизнью. Мы лучше верной смертью живем. Владимир Лисовский, 1974 год. С вами был Иван Новик.